Ряды волонтеров Победы пополняются. Тех, кто готов безвозмездно помогать ветеранам, чтить память и бережно хранить наследие Великой Победы с каждым годом, становится больше. Молодежь самостоятельно организовывает акции, исторические квесты и викторины, чтобы донести до остальных факты нашей истории. Кроме того, волонтеры Победы ухаживают за забытыми могилами победителей, а также регулярно навещают героев и детей войны. Среди акций волонтеров – красная гвоздика и свеча памяти. Первая создана для помощи в сборе средств для ветеранов. Вторая акция – это массовое мероприятие, когда каждый зажигает свечу и чтит память о погибших на жестокой войне. «В каждой семье есть какой-то родственник, который был задействован в Великой Отечественной войне, пусть в тылу, пусть в боевых действиях, но все равно эта беда коснулась каждой семьи. И вот прийти со свечой, просто сказать вот такое вот тихое спасибо своим действиям, мне кажется, это очень важно». Деятельность волонтеров Победы, к сожалению, не всегда и не везде приветствуется. К примеру, в конце апреля на российско-украинской границе была задержана крымская активистка Елена Одновол. Добровольную деятельность на благо ветеранов Великой Отечественной в соседней стране сочли подрывной, так как перед выборами президента по информации сопредельного государства Одновол собирала подписи в поддержку Путина. «Связаться нам, конечно, до сих пор так и не удалось. Ребята из Москвы ведут какую-то работу, если им какая-то помощь нужна, мы включаемся. По факту от нас мало что зависит». Активисты молодежной организации ждут скорейшего возвращения Елены и надеются на лучшее. Деятельность волонтеров не прекращается. Уже завтра их ожидает большой фронт работы на всех парадах и шествиях полуострова. Ребята будут раздавать георгиевские ленточки и собирать добровольные пожертвования на поддержку ветеранов в обмен на красную гвоздику, поздравлять победителей и при необходимости подавать им свою надежную руку помощи.